Еженедельное оперативное совещание глава района начало с главной новости последних дней реконструкции Щелковского шоссе. Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев и губернатор Андрей Воробьев обсудили перспективы развития перегруженной транспортной магистрали. Я уверен, что эта дорога даст прорыв для всех без исключения. Она давно уже была в мыслях, в планах, в разработках. Там столько планировалось необычных объектов по ее дороге, потому что достаточно большой будет проходимость транспорта, которая позволит создать дополнительные объекты экономики, приносящие доход в бюджет. Глава напомнил о планах региональных властей в ближайшие пять лет переселить около ста жителей микрорайона Дальний Воронок. Участок для многоквартирного дома подобран в центральной части города. Здание будет построено в непосредственной близости от детских садов, школ, поликлиник. По минимуму жителей Дальнего Воронка в новый дом переселят еще более 200 жителей Щелково, чьи дома также признаны аварийными. После заселения первой новостройки начнется подготовка к поэтапному расселению остальных домов микрорайона. Еженедельно на оперативке анализируются результаты выполнения поручений жителей, поступивших в администрацию через портал Добродел. Основная масса сообщений связана с нарушением правил уборки снега и наледей во дворах. И это несмотря на то, что коммунальными службами основная масса снега, а это около 40 тысяч кубометров, вывезена и очистка дорог продолжается. Восстановлены ливневые канализации на улицах Парковой, Шмидта и Зубеева. В весенний период важно не допустить подтопления зданий и дорог, подчеркнул глава района. Мы работаем над этим вопросом. При благоустройстве общественных пространств, при благоустройстве дворовых территорий, при комплексном благоустройстве дворовых территорий, мы предусматриваем водоотвод или по лоткам, или по водоотводным канавам, но этого крайне недостаточно. Я прошу всех уважаемых коллег при проведении работ по комплексу благоустройства территории обязательно предусматривать локальные ливневые приемники. Дорожные службы оперативно заделывают ямы, которые образовались в результате интенсивного движения транспорта. Только на местных дорогах устранено более 160, при том, что зарегистрировано было 178. Ведутся работы на Институтской, после чего рабочие перейдут на Шмидта. Это всёместные дороги, но есть и Щёлковское-Фряновское шоссе, улица Центральная. Здесь ремонт проводится второй раз за сезон. Администрация контролирует ситуацию по погашению задолженности управляющих компаний, в том числе банкротов, перед ресурсоснабжающими организациями и положение дел с отловом бродячих собак. Заместитель главы администрации по социальным вопросам рассказал о готовности принять на базе загородного лагеря юнормейц участников седьмого открытого форума Академии школьных дебатов. К нам на несколько дней съедутся школьники и эксперты, включая представители из других стран, чтобы на этот раз подискутировать на тему преступления и наказания. В апреле запланировано проведение культурно-массовых мероприятий месячников по благоустройству территорий. Как отметил Юрий Родионов, в этом году в числе мероприятий запланировано проведение Дня благотворительного труда. В заключении оперативного совещания заместитель главы администрации района Евгений Петеримов напомнил, что 1 апреля стартует весенняя призывная кампания. В этом году в армию призываются молодые люди 1992-2001 годов рождения. Им необходимо по повестке явиться военный комиссариат. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».